Всем привет, с вами Дричент, и да, это новый выпуск 4 свадьбы. Многие просят, хотят реакцию от Ченда, ну, хотите, получайте. Давайте же, в общем-то, смотреть, что сейчас в трендах на свадьбах, и как будут дружить наши девчонки, и как они это всё будут дело оценивать. Короче, мы с вами это всё дело любим, давайте начинать. В студии телеканала Пятница, как всегда, красота и милота. Четыре очаровательные невесты собираются, чтобы рассказать о своих свадьбах. Девочки, всем привет, давайте выпьем за знакомство. У кого сделана сисечка? И первой о своей свадьбе предлагаю рассказать грантами в изысканных лазурных шелках. Меня зовут Тоша, я из города Тольятти, мне 40 лет. Глаз алмаз. Оля Годицы, мне практически мамы. Может быть, вам показалось, но на самом деле я не... Не-не-не, мне не показалось, я просто увидел, что сделана грудь, и она прям максимально это... Надо же показать правильно, что она сделана, что все видели, абсолютно правильно, что прятать достоинство. Что все видели, могу позволить. Ты это говоришь, если ты не... Характером. Женщина. У меня свой бизнес. Это центр коррекции фигуры, где я создала свой авторский марафон, работу женской аудитории. Это, наверное, самая главная конкурентка. Расскажи про свою свадьбу. Да, с удовольствием. Тематика Чикаго. То есть это гангстер и мафия. Американ стайл будет, да? Я не могу от слова говорить. В гангстерской стилистике. Ну, гангстер, да. Стилистка очень крутая, задумка вообще класс. Будет дресс-код для каждого гостя. Черное, белое, золото, жемчуга. Чуть-чуть типа стиль мафии. Кире и меха. Это совсем не для меня. А какой бюджет свадьбы? Львом 700. За эти деньги можно квартиру купить. Нормальненько, посмотрим. Это просто слив денег. Ну, если человек себе может позволить. Кто у тебя жених? Он бизнесмен. Вот, может позволить. Многим называют лесной королем, лесной магнат. Молодец. Мясный король. Скорее всего, мясо на свадьбе будет хорошее. Миткин. Полагаю, что такое мероприятие не повторится. Жем. Вообще в мире правильно. Я думаю, что Оля на свадьбе будет показушной. В общем, она вся такая крутая, вся из себя. Я боюсь, что она превратится в ведьму. А вот какой будет свадьба нашей открытой и добродушной Александры? Сейчас и узнаем. Мне 24 года. Я из города Киров. Я работаю в кафе поваром. Ага. И по совместительству кондитер. Такая вся, как зефирка. Ну, по сути, так и должно быть. Она же кондитер. Мне кажется, самая адекватная. Приглашаю вас к себе на свадьбу, которая пройдет в классическом стиле. А бюджет свадьбы какой? Бюджет нашей свадьбы 300 тысяч. Ну, нормально. Ну да, с миллионцем суть не срождится. Мы будем бюджетом сделать свадьбу. И еще меньше. Но какая это будет свадьба? Мы на ноль видели. Сколько стоит твой платье? Оно вышло мне в 15 тысяч. Честно, я за практичность. Но тут дело не в платье, а как оно сидит. В кухне будет русская, будет водка, будет селедка. Водку я не пью. Гости у меня все плющие. Очень будет весело. Мы любим все пить. Стандартная русская свадьба, где драки, порвать баян. Я ничего против ее свадьбы не говорю. Ну, не знаю, как-то мне не зашло. Сонечка, тогда следующей своей свадьбой будешь удивлять ты. Мне 19 лет. Я училась на фармацепта. Она маленькая еще для Саня. Ну, выглядит старше, чем на 19. Она даже младше на один год моей дочери. Муж мент. Так что, девочки, не шалить. Муж мент. Припугнула уже мужем. Показывает свой характер. Наша свадьба пройдет в классическом стиле. ЗАГС. Потом банкетный зал. Я думаю, что не нужно людей звать ЗАГС. Там все одно и то же говорят. Согласен, вообще ЗАГС не нужен. Старые банальные традиции. Вообще свадьба не нужна. Там всегда одно и то же. Собирание денег на мальчика и девочку. В общем, готовьте, девочки, денежку. Ну, такое. Да, я специально сниму денег с карты, чтобы участвовать в каком-нибудь конкурсе. Какой бюджет свадьбы? 450-500 тысяч. А что нас ждет на четвертой свадьбе, расскажет загадочная невеста Валерия. Мне 21 год. Я по профессии медсестра. Спокойная, милая девочка. Овечечка такая, прям такая. Познает, чего хочет. Мой жених Армянин, ему 32 года. Его зовут Минас. Леру с Армянином я не представляю. Она такая хрупкая маленькая девочка. А он там обезьяна какая-то сейчас покажут или что? Или что? Светленькая. Ну, Армянины, они такие большие, бородатые. Все, прям все. Вот как не армяне, вот сразу вот посмотрю, большой бородатый. Точно армян. Другого быть не может, только армяне. Ну, все-таки разные традиции, разные нации. Не живутся. Крепкие союзы, я не знаю. Свадьба будет в русско-армянском стиле. Поэтому, девочки, готовьтесь. Мужики, вот в этих шапках кучерявых. Фишка свадьбы будет катание на джипах по бездорожью. Так что берите с собой смену одежду. Все незнакомые и такие покатушки я немножко опасаюсь. С удовольствием. Ну, правда, фишка свадьбы еще будет армянский шашлык. Шикарно. Может, его вынесут каким-нибудь горящим. Не знаю, интересно очень. Ну, посмотрим. А вино тоже армянское какое-то, да? Самодельное? Нет, не самодельное. Будет просто покупное армянское. Это еще потом скажите, что траванулись. Очень интересно будет побывать на русско-армянской свадьбе. Оля будет очень сильно занижать оценки. Ну, я думаю, да, она будет всех заслуживать, чтобы выиграть. Для меня все конкурентки. Конкуренцию не чувствую. Вообще. Я считаю, что я в свои 40 выгляжу лучше, чем они в 20. Боже. Скромность – это твое второе имя. Именно здесь, а точнее где-то в пригороде, небольшого, промышленного, но уютного городка и началась история наших влюбленных героев. Ага. Я Соня, мне 19 лет. Привет, я Сережа, мне 26. Сережа. Я работаю в полиции в Волгоградской области. Я не Сергей, я Сережа. А я Андруша. Очень приятно. Смелый, храбрый мужик. Ух ты! И как же сотрудник полиции Сергей с юной Соней повстречался? Мы были знакомы давно, со школьного времени. Я учился с Сониным братом. Моя мама всегда говорила, вот, Сережа, жди, жди Соню. Понятно. То есть мать свела? Я так подумал, ну, все, она будет моей женой в будущем. Мать выращивает. Когда мне 15 лет было, мы начали уже встречаться. А этой весной мы все-таки решили, давай подним заявление в ЗАГС. Вот и молодцы, паровые, отличные, созданы друг для друга, невооруженным глазом видно. Так как мы живем вообще не в городе, а там у себя в деревне, там очень красивая природа. И мы очень любим туда выезжать, на рыбалку, в ночные походы. Вообще обожаем сидеть ночью по странам, прижу. Особенно, когда закидываешь удочку, и у тебя клюет. Условились? Водоросли, какой поклев! Да, Серег, это непередаваемые ощущения. Понять сможет только рыбак рыбака. О, да. Я ее посадил на рыбалку. У нее получается, и я считаю, это очень отлично. Только удочку закидывать нормально мне. Ну, раз на раз не приходится, то что... Какая вы все-таки гармоничная пара. Ну, давайте. Я называю его котом. Ну, не надо, вот это вот. Давай без кота. Серьезно. Просто сердежа. Он мне даже в телефоне кот записан. А у меня, Соня, записана любимая. Ну что ж, кот и любимая путы. Сергей и Соня, спешим к вам на свадьбу. Волжский на всех парусах. Переживаю только за танец. Танец постановочный же. Боимся налажать. Угу. На свадьбе Соня сказала, что будут все традиционные моменты. Это кровать, благословление от родителей. Я думаю, что это будет достаточно трогательно. Мне сегодня главное, чтобы было весело, чтобы мы вкусно покушали. Думаю, Соня с Женифом получится их первый свадебный танец. Смотрите, как красиво вообще. Убежает лимузин. Привет, красавица. Привет. Привет. Красавица. Привет. Прямо как Золушка, как из мультика. Девочке 19 лет. Хочется все, как у принцессы. Лично я не люблю столько много блеска. А жениха-то в этом блеске кто-то заметил? Костюм у жениха темно-синего цвета. Тройка с бутоньеркой. Это темно-синий? Красиво на нем смотрелось. Для меня темно-синий выглядит темнее. Обычный парень такой. Такой скромный. Сихонин какой-то. Какой он там мент. Так, сотрудников полиции не критикуем. Организованно проходим в отделение. Ой. ЗАГС. Как он на меня смотрит. Организованно. От жениха и искренность просто пышет. Они правда вообще очень красивая пара. Доброе утро. Доброе утро. Это ему было видно. А, все вынесли. Поздравляем! Поздравляем! Ладно, тут без конфет. Я слышу играть гармонист. Так какая же русская свадьба, да без баяна. Так что, девчонки, не стоим. Веселимся. Зоопарки я была. Змей Горынычу дала. Что за странно, господин? Семь голов. А он один. Понятно, где-то частушки какие. Это весело. Лера, а вообще? Кирпич кирпичный. Оль, просто Лерка от русской культуры старается отвыкать. А к армянской привыкать. Я такая хитрая. За всеми наблюдаю и делаю молча про себя выводы. Занижать будешь? Понятно. О сделанных выводах мы узнаем не раньше финала. Добро пожаловать на свадьбу Софии и Сергея. Бюджет 500 тысяч рублей. Стиль, классика, фишка, семейный очаг. Это будет прям фишка. Ребята, на пороге вашей новой семейной жизни вас встречают самые главные для вас люди. Люди, которые знают вас больше, чем все остальные. Такую традицию с иконой я вижу первый раз. Каравай, конечно, он уже везде есть. Я тоже никогда с иконой не видел. Обычная традиция с караваем. Я прям такого восторга не испытала. То есть было икро. У вас тоже с иконой было. Несмотря на то, что я атеист. Вера Снежкина и мама другая. Зал в стиле love. Белые кирпичные стены. Тут даже бутылки под световой гаммой. Смотри, что. На первенце. На первенце. Так классно. Ну раз оформление оценили, пора молодых встречать. А, это где бургей не собирать? Сергей Изапия под общей фамилией Голубань. Голубань. Поздравляем вас. Мы садимся за стол. Очень голодные. На столе нет пустого места. Все заставлено едой, закусками, салатами. Я пробовала козырь. На первый взгляд было неплохо. Но потом мне попался горький салат. Как-то это все омрачило ситуацию. Она будет засырать все это дело? Блинчик был сладкий, а рыба соленая. Странно почему. Должна была быть рыба сладкая, а блинчик соленый. Согласен. Не по делу, не по делу. Боже, я, знаете, вроде такая тихоня, да? А в тихом омуте черты вводятся, а-то. Как-то вот прям даже не подумал бы на нее сразу. Что она будет сейчас прям все засрать. Коллега, надо нашу Леру как-то от еды отвлечь. А то она в капризном настроении ничего не одобряет. Рыба ей соленая, блинчик сладкий. За наших волоноженов еще раз громко. Ура! А даже с таким лицом? Тут несут нам долгожданное горячее. Куриную грудку и овощи. Воля. Спецменю по спецзаказу. А соус был с майонезом, а я его не ем. Я уточнила официанта, они меня поменяли. Я думаю, просто девочки боятся то, что она будет занижать им оценки, поэтому они пытаются как-то ей угодить, услужить, то есть сделать все, чтобы ей понравилось. Лерочка, наблюдательная ты наша, а самой ты горячая как? Не очень. Лерочка, мы все понимаем, что я их тоже поддерживаю. Аплодисменты. Такой приличный волос, жареный, с картошкой. Я как бы брезгливый человек. Я такое вообще не люблю. И вообще мне это в конце концов... Как ты работаешь вообще в медицине, мне интересно. Брезгливый человек. Раз перекусили, пора на танцпол. Без понятия. Верия не нравится песня, музыка, она не хочет танцевать, она это все не любит. Там, где можно соскочить, я соскочу. Просто понаблюдаю. Такое ощущение, что она просто с нами не хочет общаться. Да, такая она, конечно. А вот так, смотри, мы везде участвуем, ты просто сидишь. Они меня просто достали. Своими вопросами, своей активностью. Что она тут делает? Как тень просто. Она пришла за победой. Пришла очередь дарить подарки. Может быть, он кому-то показался банальным. Оль, в моем топе банальных подарков – чайный сервиз. Но для сервиза коробка у тебя, я смотрю, маловато. И? Здесь коробка. Суйте руки и угадайте, что. Кошка. Какая кошка? Ну, такой подарок. Открывайте глаза. А они реально хотели себе кота? Или кошку? Это котенок. Вот. Это девочка. Кошка. Я надеюсь, вы будете беречь, хранить ее так же, как и свои чувства, свою любовь. Не, ну, кошечка красивая. Но, слушайте, ну, такие подарки нужно... Я надеюсь, что они как-то, может быть, озвучили, что мы хотим кошечку. Вот прям озвучили. Потому что, ну, это такое. Если они реально не хотят себе животное, а ты это животное подарила, ну, это такой себе подарок. Надеюсь, что они хотели кошечку. У меня была цель подарить эмоцию. И я увидела ее. Не, красивая девочка. Беренька. Не, я не подумала. Вдруг у них у кого-то аллергия на кошку. Либо у них собака, я не знаю. Либо у них уже есть кошка. Ну, да, вот типа момент вот в этом. То есть, милота, не спорю. Но, блин, как по мне, такой подарок очень опасный, как бы так сказать. Дай бог, что она просто угадала. Оля не думает о последствиях. То есть, ей понравилось, она сделала. А как уже там дальше будет, то ей уже не важно. Она даже об этом не задумывается. Если что-то и может превзойти по мимимишности котенка, то это только первый танец молодых. Теперь вас будет котенок, судя по всему. Стандартная дым-машина, без нее никуда. Хотя у меня на свадьбе не было дым-машины. У меня на свадьбе на улице была. В шатре такой. Танец неплохой, интересный. Хотелось смотреть на них. Ребята молодцы. Они очень подготовились. Видно, как они старались. Ну, не знаю. Меня вообще могут растрогать какие-то вещи, но этот момент меня не особо тронул. Да, я понял, что здесь черная лошадка. Характер стальной, нордический. Могу спокойно тебя в армянскую семью отпускать. Так, девчонки, смотрите, что-то интересное начинается. А-а-а, это ж фишка свадьбы Сони. Ритуал семейный очаг. Разве это фишка, а не просто обычай, как у многих на свадьбе, нет? У меня та же хрень была. Ну, типа, это не что-то такое прям. Я даю вам эту свечку. Поставьте ее в ту комнату, где будет ваша испанья. А вторую сожгите в детской. Ревно будет подсверху. Ой, как трогательно и романтично. Даже я такого не видел. Ну, ладно, у меня тоже такие фотографии, как-то было. Я это уже видела, даже те же самые слова. Ну, то есть все по классике, все стандартно. Ну, вот это по классике, да. Ну, типа, там домик был не по классике. Ну, все, Лера, даже меня ты своей критикой подкосила. Коллега, давайте чем-то Леру удивлять. Например, свадебным тортом. Все внимание сюда, в центр зала. Прикольно. Потому что появляется Его Величество. Шедевр кулинарного искусства. Трехъятусный торт, два пайша. Ну, не нравится, красиво смотрится. Голова Ньва ваша будет в язык. Сейчас скажет, ну, так себе я такое видела. Красиво вывозят. Красивый торт. Не, красивый, красивый. Это подсветочка, прям, мне тоже нравится. Бала фальш-яруса с подсветкой, с цветами тоже. В колористике такой же, как и букет. Тебе понравилось? Ну, красиво. Ну, не знаю. Лер, вот слишком эмоциональные девчонки у нас бывают. Но к таким, как ты, не привык. Там, где можно соскочить, я соскочу. Просто понаблюдаю. Просто сижу, смотрю, наблюдаю. Я это уже видела. Я прям такого восторга не испытала. Ну, то есть, было и было. Понятно. Я восторга не испытала вообще. Ну, как бы на телефон... Было и было. Нахрена-то, а ты снимаешь-то все? Ну, вообще восторга не испытала. Отойдите, мужчина, пожалуйста, я снимаю. Красный бархатный по классическому рецепту. В нем присутствовала вишня и почему-то вареная сгущенка. То есть, это вообще перебило весь вкус, было очень притерно. Белый ярус вкусный, бисквит, сливочный крем и орешки. Сашенька, спасибо за описание знатока-кондитера. А мы переходим к оценкам. За платье невесты Сони я ставлю 4 балла. Ну, я уже поняла девочек немножко, то, что они будут занижать. Это меня тоже будут занижать, да? Я сделала пятибалльную шкалу. Жениху Сони я ставлю 6 баллов. Обычный среднестатистический русский мужик. Это она по себе так судит? На десятку он не тянет, он не такой красавчик, как мой. За оформлением банкетного зала Сони поставлю, наверное, 6 баллов. Я ставлю честные оценки. За банкетное меню Сони я ставлю 1 балл. Волос, еди. Это прям недопустимо для меня. Ну вот и все. Поэтому один. Ой, кто следующий? Это Тольятти. Столица отечественного автопрома. Именно здесь, на больших скоростях и без тормозов, разгоралась любовь Ольги и Алексея. Вот у нас будет богатая свадьба. Мне 40 лет. Я бизнес-вум. У меня есть свой центр коррекции фигуры. Мне 39 лет. Я занимаюсь бизнесом. Мы с компонентами строим сеть инновационных мясных лавок, которые прогремят на всю Россию. Бизнес-пара. А, это что-то мясная король. Расскажите, где же находят друг друга серьезные и занятые люди? В соседнем дворе. Я вышла на площадку баскетбольную на разминку. Идет Алексей? Да, ты говоришь. Ну, без этого было. Классная фигура. Очень быстро завязался разговор. Я подумал, что же я подумал. Это было неожиданно, приятно, красиво. Все как в мечтах у любой девушки. Коль, а можно поподробнее? Как бывает в мечтах у очаровательной девушки-блондинки? Мы стали чаще видеться. Со всеми детьми познакомились. У Алексея двое детей, у меня двое детей. Где-то месяца через 4-5 Алексей предложил уже, ну, давай съедем. Залетай, говорю, на огонек. С чемоданами. Ай да любой, ай да творит чудеса. Успешного бизнесмена в один миг может превратить в многодетного отца. Мы всегда используем возможность, когда мы можем побыть вдвоем. Почему? Почему? Потому что у нас четверо детей. И когда, допустим, дом не клют никого. Ну, некоторые уже взрослые. Четверо детей, бизнес, и как вы все успеваете. Вот, правда, говорят, любовь окрыляет и сил придает. Я все время на спорте. Регулярно. Молодец. Уважаю. Потому что она так следит за своей фигурой. Меня подстегивает. Да. Я люблю ухаживать за телом, за собой. Сначала я была мастером ногтевого сервиса, мастером по наращиванию ресниц. И открыла такой центр коррекции фигуры. Безусловно, это очень интересно, когда твой партнер постоянно чем-то заряжен. У нас постоянно какие-то дискуссии, да. Иногда ты мне говоришь, Оля, притормози. Притормози иногда говорю, иногда говорю, не тупи. Не тупи. Ну, Леша, не, ну, правда, ты мне так ни разу не говорил. Да, не говорил, Леша, ты так не говорил. Леша, ну тебя присил, ну, пожалуйста. Ну, Леша, нас снимают. Не тупи. Вот, пожалуйста. Алексей, вас, Оля, своей спортивной формой восхитила. А чем вы удивляли свою будущую супругу? Со знакомством Алексея ко мне в жизнь пришел большой теннис. Большой пенис. На корте смотритесь шикарно. Глаз не отвести. И кто кого в большом теннисе. Ну, конечно, Жоля все время побеждает. Шансов мне не дает. В первую очередь голосом она побеждает. Платье с длиной ног. 82 сантиметра. Длиной языка. Тоже у нее отличная подача. В нашей игре всегда побеждает любовь. Я помню, что это большой теннис. И мы приглашаем вас на нашу гангстерскую свадьбу. А мы, ребята, с удовольствием принимаем приглашение. Прямо так все будет. Это будет шоу. Я его жду. Знаю, что будет классно. У гостей будут реакции просто. И до конца вечера. Ну, давай, мы готовы. Звучит интригующе. Я уже рот открыл. А курочки мои к гангстерской свадьбе готовы? Я подготовила костюм. Молодец. Думаю, он будет подходить по стилистику свадьбы. Настроение вообще огонь. Надеюсь, все будет шикарно. Будет шик, блеск, как Оля и обещала. Я ожидаю пафоса. Какой-то показушности. Мы подходим к месту встречи гостей. Все такие красивые в одном стиле. Прям все мафиозники. С перьями, со стразами, с джерпчиком. Прикольно, когда есть стиль. Прямо в стиле все. Прикольно. Арка вся золотистая. С камнями, со стразами, с перьями. Классно, оформлено. Оформление вообще здоровское. Но, честно, я думала, цветы будут живые. Бюджет очень большой у Оли. Сашенька, бюджет подбить ты еще успеешь. Ведь еще только церемония начинается. Это было прикольно. Классно. Мне понравилось, как он выходил. Но очки нужно было бы снять. Оля спускается с двумя детьми под ручки. Два мальчика у нее. Такая вся нежная, красивая. Такую нежную музыку. Платье силуэтное в стиле Гэтсби. Оля очень идет. Белое по фигуре, с бретельками, с глубоким вырезом на спине. Украшения у Оли тоже были симпатичные. То есть все гармонично, красиво смотрелось. Мне не нравится сам фасон платья. То есть юбка была странно сделана. Похожа на ночнешку. Сегодня один из самых главных и торжественных дней в вашей жизни. Сегодня вы создаете свой собственный клан. Отныне вы мафия. Алексей, согласны ли вы стать мужем Ольги и быть с ним рядом с этого днем и на вечность? Прямо с мать руками. Сразу видно, что он уже подвыпил. Но вообще не туда. Ну как по мне, да, мне кажется, немножечко поддал. Церемония, она должна быть такая нежная. А у них и ответы очень жесткие. Добро пожаловать на свадьбу Ольги и Алексея. Бюджет 1 миллион 700 тысяч. Стиль Чикаго. Фишка свадьбы, танец жениха и невесты. Фишка будет танец. Серьезно? А за что миллион 700? Заходим в шатер. Я думаю, что будет все в цветах. Все-таки в живых цветах, а не в искусственных. Все-таки бюджет очень большой у Оли. Ну, как он привезет? Президим очень похож на арку. Пожиры, красивые бокалы. Все блестяще. Черный с золотом. Смотрится красиво. Ну, красиво, но не на такие деньги. Сашенька, шоу только начинается. Ну, давайте, хорошо. Уверен, мы еще увидим, на что молодые такие деньги потратили. Может, какие-то выступления просто разные там артисты. Ага, вот начинают первое, да? Плюс сцена собрано. То есть какие-то артисты будут выступать. Какой-то бенд музыкальный. На столе из закусок лежит рыба. Стоит сырная мясная тарелка. Какие-то там рулетики. Всех тарелок было по одной. Ассортимент был очень маленький. И все деньги, видимо, ушли на развлечения именно. Саш, ты поклевала салатик лучше. Глядишь и переключишь системы бюджета на что-то приятное. Палат вкусный, но у меня попалось очень много кочерышек. Так, крошки мои перекусили, теперь пора и горлышко промочить. Мы видим, что в другой части зала работает бар. Прям снесли горлышко. Бар на свадьбе, это, кстати, прикольная штука. Мы решили туда подойти и попробовать коктейли. Ну вот видишь, бар на свадьбе. Давайте, попробуем все. Ну давай. Раз это свадьба гангстерская, надо на этой свадьбе, наверное, напиться. Порой коктейль был очень сладкий. Взяли еще себе по коктейлю. Я понял, курочки. Планы на этот вечер у вас. На самом деле прикольная штука, когда тебе, ну для тех, кто пьет, не просто там водка, виски, там, не знаю, вино на столе, а когда есть, типа, бармен, и тебе могут приготовить какой-то коктейльчик. Я думаю, девчонки тоже многие бы оценили бы, то есть, да и я бы оценил бы. Прикольная идея. Причем это может сделать реально бюджетнее, когда там, например, ты берешь свой алкоголь, берешь человека-бармена, и он тебе просто это все готовит с твоего алкоголя, который ты купил. Ну, либо это просто отдельная услуга, проплачиваешь. Ну, как по мне, интересная идея. Взлезные. Лера, как обычно, сидит и молчит. Ну, как бы она сегодня, конечно, повеселее, пободрее. А, повеселее? Ну, все равно, загадка она еще для нас. А для меня, девчонки, загадка, кто эта таинственная леди в свете прожектора. Мама жениха поздравила круто. Нам все гости уточнили, что она за неделю до свадьбы сломала ногу. Лариса Геннадьева, все вы здесь дети твои. Я желаю вам идти по жизненной пути всегда вместе, будить, согласен. Любовь, ты советую. Ну, меня не тронули пострадания от родителей. Прошло нетрепетно. Крошечки мои, так на свадьбе не реветь надо, а веселиться. Приносят горячее курицу с картошкой, с каким-то сливочным соусом. Мне это все напоминает. У нас в больнице такой соус подают, постоянно им пахнет. Поэтому я ассоциирую с больницей. Лерочка, ну ты себе не изменяешь. Да-а-а. Мне очень хотелось конкурсов, но тут такого не было. Тут была вот серьезная, просто светская тусовка какая-то. Костя все одинаковые, те Олины подружки. Может быть, потому что стиль мафия, нет? Ну, в общем, почти все одинаковые. Девчонки, в нашей жизни знакомства с гангстерской тусовкой лишним не будет. Тут выходит поздравлять Олина дочка. Так трогательно. Такие слова важные говорит маме. Стоп, Олина дочка? А тех два пацана, это что, это его были пацаны, получается, ввели ее? Женщина в моей жизни, и ты ее останешься. Алексей, я искренне рада, что ты стал тем самым мужчиной, главной опорой и поддержкой моей маме. Оля плачет, но как бы у меня прям трепетных таких плаксивых ощущений. Боже, какая она неприятная, прям, насколько она, прям, неприятная женщина. Ну, звездец какой-то, прям... Боже мой. Нет. Такая, знаете, типа, безэмоциональная, но неприятная. Так, дрожно всей гангстерской компании на танцпол. Токсичная, вот так можно сказать еще. Все им нравится, все не так, все застирает. Ай да курочки, ай да красавицы. Аж перья летят во все стороны. Вообще понравился. А я что, курица или что? Саша, главное, что вам весело, и вы подружились. Скукорекались. Мы танцуем, и подходит какой-то мужичок и забирает просто Леру в нас. Молодой человек, может, хоть вы нашу Лерочку растормошите, а то ничем ее не пронять. Ну, танец был такой себе. Ну, ничего такого, мы просто потанцевали. Ничего такого. Интересно, Леру муж-то не убьет, армянин который? Я хочу того же мужа увидеть, правда. Своему рассказала, он начал ревновать. Чтоб в тонусе был, чтоб не расслаблялся. Лер, ну тебе, конечно, виднее. Ну, я за то, что в танце только положительные эмоции дарили. Вот как первый танец молодых. Оля выходит в новом платье. Похожа на ночнушку. Ну, чтобы долго было танцевать. Это смотрелось круто. Ой, чуть он не упал. Я и ожидала того, что это будет из разных нарезок, какой-то типа как флешмоб. Не знаю, такое. Там какой-то типа танго было или догадайся сам. Правда, это не свадебный танец. И жених еще плюс к этому много выпил. Всех расцеловал? А мне кажется, самое время сейчас закусить самым гангстерским свадебным тортом. Торт стоит на черной высокой подставке. В черно-золотом цвете. С висюльками вот этими, как люстра. Сашенька, ну хоть торт-то впечатлил. Бюджету в миллион семьсот соответствует. Он по себестоимости, ну, он недорого выйдет. С учетом того, что я вижу, там, мне кажется, дороже вот эта вся конструкция вышла. В итоге нам приносит торт. Вот такой кусочек. Вот такой, наверное. На диете. У Леры вообще малюсенький. Хотя реально, торт большой. Может, там гости просто сильно много, потому и кусочек небольшой. Лер, ну что это за описание торта? Послушай, как это сделает профессионал. Крем в торте творожный и абрикосовое пюре. Просто дико сухой бисквит. Как будто, правда, его забыли пропитать. Да, Саш вкусными эпитетами тоже не порадовала. И раз вы, крошечки мои, погуляли, повеселились, пора и оценки выставлять. За платье Оли я ставлю... Два. Четыре балла. Четыре. Жениху у Оли я ставлю три балла. Чисто из-за того, что он напился очень сильно. За банкетное меню на свадьбе Оли я ставлю один балл. Ушла голодная. Какие шикарные оценки прям. За оформление... Ушла голодная. За банкетного зала Оли я ставлю четыре балла. Мне какого-то шика, такого блеска не хватило. Ну вот и все. Да. Ты замужем теперь. Ну, у двоих мы уже побывали. Кто следующий? Это город Киров. Именно он является родиной знаменитой дымковской игрушки. Там и наша невеста Александра, словно куколка, легко и непринужденно, будто играючи, нашла своего суженного ряда... Для нашего... Дениса. Там армянин или что, армянин, да? Я работаю в кафе кондитером. Я работаю менеджером по продажам в крупной торговой компании. Вы же мои хорошие. А мы уже готовы слушать рассказ, где же вы нашли друг друга. Мы познакомились с Денисом в ночном клубе в 2015 году. Очень забавная история. Вообще, в ночном клубе давай расскажи. То есть я к ней подошел, она мне очень сильно понравилась. А она была пьяная, да? Чуть-чуть пьяненькая, наверное. Я же говорю, она в говнину, а я к ней подхожу. Мадам, вашей маме взять не нужен. А может, и не чуть-чуть. Что человек сказал? Она была в говнину. Ладно, это некультурно сказано. Что значит слово в говнину? Немножечко была навеселе. И мужчина решил познакомиться с девушкой, которая была немножечко навеселе. Ну, бывает. Саш, а тебе Денис тоже сразу понравился? Я не помню, скажи. Я поняла, что надо действовать, надо идти. Я поняла, что без Дениса я уже не могу. Дойти домой. Смелая и героическая ты женщина, Александра. Ой, собака такая. Сразу свое счастье распознала. Опасная. Только вот... На самом деле, это... Бультерьер, да, по-моему, порода. Если я не ошибаюсь. Это одна из самых опасных собак в мире. Ну, то есть ген злости в ней максимально высок. То есть ясно, что есть, типа, если как-то воспитывать и так далее, то можно сделать из нее добренькую, хорошую собачку и так далее. Но вот по статистике, именно среди бультерьеров, бывают такие истории, как бультерьеры чуть ли не своих хозяевов загрызали. То есть очень обидчивые собаки. Вот они на крыс немного похожи. И с ними нужно быть очень аккуратными. Пойму, почему что целых семь лет Дениса до ЗАГСа не могла двести. Я ему постоянно ходила на Микаву. Кольцо, кольцо, кольцо. Ну, не все такие, если хорошая собачка. Ну, я не особо хотел. Но пришлось. Но пришлось, да. Родители надавили. У меня Денис очень разносторонний человек. Днем он у меня теплицы продает, а вечером занимается оформлением торта. Вообще считается, по-моему, такая бойцовская собака. Я больше придумываю дизайнер. Подождите секундочку. Взять с собой бутылочку вина. Мне просто не показалось. Я хочу чуть-чуть перемотать. Это бутылочка вина? Это ж не водка. Просто бутылочка вина, да? Окей, ладно. Бутылочка вина. Хорошо. Дать с собой бутылочку вина. Поговорить. Я думаю, что наша свадьба будет самая лучшая. И мы выиграем. По-любому. А почему мы выиграем? Потому что я буду занижать. Потому что мы самые лучшие. И наша свадьба будет самая лучшая. От молодцы, кировчане. Пусть оптимизм и отвага приведут вас к успеху. Свадьба у нас была пьяная. Я надеюсь, что девчонки меня поддержат и присоединятся в нашу компанию. То есть мы хотим нажраться на свою свадьбу? Непонятно. Лучше, по-моему, 300 тысяч рублей. Возможно, там реально не выходит не из бутылочки вина на пикник, а с тем, что я сказал до этого. Я думаю, что свадьба будет без эффекта вау. О, будет такой вау. Так как будет водка-селедка, надеюсь, не будет драки. Без этого тоже никак. Свадьба, мне кажется, будет стандартная и классическая ничего особенного. Че, поднали? Давай. Да. Зал в классическом стиле, как и заявлено. Свадьба. Президиум молодых показался нам очень-очень пустым. Пустым? Ну, может, они сядут, будут как-то по-другому смотреться. Понятно. Особенно задник, как бы я бы что-нибудь добавила. Мы проходим в зону регистрации. Там сидит уже куча народу, как будто бы все только нас и ждут. Курочки мои, так все только вас и ждут. Садитесь быстрее. Взгляды упали на нас молниеносно. Потому что мы опосали. Как будто бы, я не знаю, мы какие-то цирковые обезьяны, которые прибежали туда на роликах. Я привыкла к восхищенным взглядам больше, чем таким. А там восхищения не было. Обезьянки мои. Да просто всем уже не терпится открыть свадебную церемонию. Вы все никак не усядетесь. В зоне регистрации стоит арка, украшенная искусственными орхидеями. Рядом стоят кубы с цветами. Вообще ничего особенного. Обычный арк. Давай, господа, встречайте, жених Геннис! Жених обычный, стандартный, вжиг русский. Такой смешной показался. Кроссовки вообще с синим классическим костюмом. Он вышел из букетов невесты. Даже не из искусственных цветов, а из атласных лент. Это вообще колхоз колхозный. У нас на свадьбе тогда тоже был колхоз. Ну, не такой же букет, но тоже был из таких цветов атласных. Снежка на самом деле очень хотела именно такой букет, чтобы он просто сохранился после свадьбы. То есть у нас было два букета. Один, который бросали, а один, который остался. И для нее было принципиально, чтобы этот букет был не из живых цветов. Она хотела, чтобы он такой тяжелый, зараза, у нас был букет. Небольшой. Но она хотела, чтобы этот букет сохранился. Ну, ясно, что из живых цветов хрен ты что сохранишь. Я сказал, окей, китин. Без проблем. Будет тогда из атласных. Нет, атласные, это по-бомжатски было. Там сидят эксперты, куда-то чендо убраться. Значит, по-бомжатски было. Очень мило Саша с папой смотрелось. Мне очень понравилось. Текут слезы, она пытается и сдерживать, но у нее ничего не получается. Да, от такой красоты даже у Оли сдержать слез не получается. Платье красивое, из фатина, легко страящегося. И на фатине маленькие бусинки. Платье ее как-то... Вот они смотрятся, вот прям как, я не знаю, две половинки. Они очень друг к другу подходят. Добро пожаловать на свадьбу Александры и Дениса. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль классический. Фишка русское застолье. Горько-молодым! Господи, хотят с нами сидеть. На нас на банкете очень смотрят косо. Крошечки мои, да все на молодых смотрят. Вот не накручивайте себя. Крошечки мои, да кто уходит-то? Тогда у вас там все сидят. А-а-а, точно, уходят. Они просто демонстративно собрали свои вещи, стулья. Официанты перенесли их приборы. Угу. Очень некрасиво. Понятно. Это просто, чтобы вам не мешать смотреть на молодоженов. Ха-ха-ха. Ну да. А-а-а. Угу. Понятно. Ну и ничего, не расстраиваемся. Я уже представляю, что в токторке забежать. Вам же больше вкусностей на столе останется. И фишку свадьбы сможете как следует оценить. На нашем столе мясная нарезка, сырная нарезка. Вот коселедка, которую Саша заявляла. Малосольная семга. Какие-то маленькие рулетики. Еще какие-то рулеты куриные, то ли заливные. Порционные салаты оливье. Мылые. Это я уже не ем. Далеко не первый год. Оля, это отдельная тема. Это она не ест, это она не бьет. Кто бы говорил? Ну, Лерчик, а как же ты хотела? Ольга же у нас гуру правильного питания. Уверен, она нам еще не один раз об этом напомнит. Созвать мои дети дорогие. Друг другу в пупки, в пупки, в пупки. Подарки от родителей. Поздравления. Родители поздравляют долго. Но родителям можно. В атаке страсти, любви, нежности Желаю вам говорить друг другу всегда Какие-то нежные слова. За количество любимых родителей. Ура! Ура! Все по классике жанра классической свадьбы. Мы с вами сыграем одну простейшую игрушечку на предмет того, насколько хорошо вы знаете друг друга. Кто из вас ожидает, что попробовал алкоголь? Как вы думаете? Да. Скучно был. Один ведущий отдувался. Оля, мне кажется, развлечение от ведущего молодым нравится. Смотри, какие у них глаза довольные. Приносят горячее. Выглядит красиво. У меня, кстати, другое. У меня соващая. Ну вот, я поперю. Оля принесли овощи на гриле, потому что она не ест картошку. Мне приятно. Курица какого-то непонятного вкуса. Либо в ней какая-то специя добавлена. Я вот не боюсь не влезть. А она боится почему-то. Сонечка, так Лерк-то за Армянина замуж выходит. А там порядки строгие. Не забалуешь? Раз у нас Армянин на финал. Я хочу провести вам конкурс, так как вы хорошо должны знать друг друга. Уня проводит конкурс, где нужно было пяти девочкам накормить жениха. И он должен был угадать, какая по счету накормила его Саша. А если не угадал, получился факап, да? Что-то там собирают, наливают. О, даже если жених на свадебном столе что-то еще не распробовал, то сейчас точно распробует. Ну и что он сейчас скажет? Если он промажет, это скантал? Все ел, нет, чего не отказывался. Все, что давали, все съел, все выпил. Молодец. Теперь не жених напоили бедного. Денис может снимать маску и говорить, каким же счетом была его жена. Не люблю такие конкурсы, потому что... Ну и ты ошибся, типа, и что? И типа, это по факту что сейчас? Назревает скандал? Ну вот правда, эти конкурсы очень опасны. Если ты, блин, не угадываешь, получается неловкий момент, согласитесь. Ну прям звездец неловкий. Сначала я так думал. Так я в Сашке не сомневался. Она все предпочтения своего жениха за 7-то лет хорошо излучила. Это я. Это я. Ага, тут типа, короче, медляк для всех. Первый танец молодых. Они вышли просто поболтаться. Ну, никто там не учил танец. Танцуйте вообще, если вы ничего не подготовили. Ну, есть, как бы, традиция. Первый танец... Ведущий объявляет, что сейчас будет поздравлять Оля. Всем здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить всех гостей за теплый прием. Ага, прям за теплый. Оля, это ты так тонко намекаешь, что на гостей обиделись. Которые встали. За здоровье не пьют. За здоровье нравится. За счастье не пьют. За счастье борются. За греховь не пьют. Ею занимаются. Выпьем за мечты. Пусть они забывают. Ой, прям молодец. Тост выучила прям. Ко мне подходит мужчина. Приглашает меня на танец. Мм. Ты пошла? Мм. Оль, а девчонок кто пригласил? А девочки нет. Девочек никто не пригласил. А потому что по нам видно, что мы замуж уходим. А я не видно. Я вообще не понимаю, что она здесь делает. Как бы она уже женщина в возрасте. Старуха. Лерчик, ну я бы так строг не был. Ты только посмотри на эту женщину на танцполе. Так. Май, лучами солнца согретый май. Женщина в возрасте. Май, чтоб утром в окне... А Лера сидит за столом. Со стороны кажется, что я молчу. Но на самом деле я просто наблюдаю со стороны и делаю для себя выводы. Что, скорость бываем, наверное, для последней свадьбы? С пармионином. Торт, как в платье невесты такое. Ничего лишнего. Но тоже с бусинками. Кажется, торт был пустоват немножко. Да, внутри пустотелы. Лерочка, это торт на свадьбе профессионального кондитера. Выводы сделаем после того, как попробуем. Красный барх отдать. Нам принесли три разных кусочка. Я попробовала красный барх. Мне понравился. Второй ярус был банан с клубникой. Гармонично так было. Третий ярус был, наверное, шоколад с карамелью, я так думаю. Я этот вкус обожаю. С тортом на этой свадьбе и не могло быть иначе. Ну что ж, наелись, наплясались. Пора баллы ставить за свадьбу Саши. За платье невесты Саши я ставлю шесть баллов. У нас же черные лошадки. Она в нем смотрелась, как комитесса. Жениху Саши я ставлю два балла. Он был в синем костюме и в черных спортивных кроссовках. За банкерное меню Александра ставлю троечку. Классический набор на столе. Водка, селедка была, картошка. За оформление банкерного зала на свадьбе Саши я ставлю три балла. Не было ничего, кроме оформленного президиума. Давайте. Последняя свадьба. Это Обнинск, российский наукоград. Именно здесь установлен памятник коту ученому. Вот и наш жених Армянин словно на мягких лапах обхаживал нашу невесту русскую красавицу. Расскажите, колоритные вы мои, как нашли друг друга? Привет, я Минас. Мне 32 года. Я Лера. Мне 21. Я занимаюсь... У меня автосервис, стройка, разными делами. Бизнесмен. Я медсестра. Лечит больных людей. Славяночек моя. Расскажите, колоритные вы мои, как нашли друг друга? У меня автосервис, а у нее машина сломалась. Ну, ее отец перекатил машину в один сервис, потом этот сервис послал в другой сервис. А до этого эту машину отправил мой брат, который в другой сервис, в эту сторону, в мой сервис, думал, что попадет. В итоге все равно она попала. Ох, какой это ты... Я уже прям логику потерял. Ну, в тот сервис, который мой сервис, ну, брат послал в другой сервис, ну, через мой сервис. Ну, мой сервис, как бы, не захотел ее принять, поэтому ее принял третий сервис, Но вообще потом с третьего сервиса направили в сервис брата А брат мне звонит и говорит Слушай, ты здесь такая барышня, давай лучше я в твой сервис направлю Ну вы поняли, да? В мой сервис Ай, блин Я выхожу Она там ходит, по сервису смотрит Я думаю, какая интересная, ничего такая Думаю, не важно, как я подумаю Не для всех Лилия Трополя, всё остальное Какие-то поля Ты меня позвал сразу Ну, а, я тебя сразу позвал, да? Да Ну и вот так закрутилось, завертелось Вот, как бы, грубо говоря, отец её сам сдал мне А это вообще все медсёстры зарабатывают на такие машины? Да, ребята, судьбоносная у вас первая встреча Не поспоришь Ну и что дальше было, давай, давай Ну дальше мы с тобой пошли Она очень спокойная, скромная и тихая Это иногда бесит Что, что? Бесит, что она тихая Иногда так нравится А в тихом мутичерке водятся Ярочка, я думал, ты молчаливая и наблюдательная только с нами А ты с родными такой тактики придерживаешься? Так как я в Арменине, я люблю кавказскую кухню И её приучаю потихонечку, ей нравится Она меня встречает, готовит Очень мало пьёт Она хозяйственная Понимающая Ребят, похоже, вы просто созданы друг для друга Лер, но хочу уточнить Ты за что этого красавца полюбила? Давай, говори всю правду, не стесняйся Ошибочное мнение Давай ещё покрасочи, чё так? Давай, рассказывай Я хочу своё эго поднять, давай, говори Она тебе и так поднялась Спасибо, хоть одна правда вышла Ну раз всю правду нам выложили Мне пора на свадьбу отправляться Моё утро началось с того, что я не выспалась Ну, переживаю Хочется уже поскорее начать Лерочка, и мы ждём с нетерпением Корочки к армянской свадьбе готовы? Лера сказала, фишка свадьбы будет в каких-то покатушках Это то, чего я совсем не хочу Если Лера на свадьбе своей оторвётся Я буду за неё очень счастлива Потому что я очень этого момента жду Когда она наконец-таки покажет всю свою сущность Потому что Лера на других свадьбах была очень грустная Покиньки на своей свадьбе тоже будет Момент настал, красавицы мои Смешим послаждаться колоритом и весельем А вот уже и жених за невестой геть В волосинчиках, в шортиках А, они сейчас надо все одеты не как на свадьбу, а там, а гонять куда-то Тут мы видим, как подъезжает жених Всё Типа они не в свадебных нарядах сейчас В меховом парике Саш, да это не парик Это кавказская папаха Курочка моя Лера! Где Лера? Мы всё решили, мы проявили Он тут уже улыбается Да, птички мои Раз армянский жених сказал, что всё решили, значит, в свадьбе быть Смешно они немножко смотрятся на такого маленького ростика Какое-то надвижие А Лера, как обычно, такая, как статуя Я бы вообще никогда в жизни не подумала, что они вместе Я никогда бы не подумала, что мои курочки отправятся на гонки по-армянски Ведь это фишка свадьбы, нужно оценить Мы сидим, я слышу звонок, телефон откуда-то Ни у девчонок, ни мой телефон Оказывается, это была Лера На, жених, я по-своему Жених здесь Я тебя забрал с ней Да, женщина, молчи, я сейчас приду к тебе Молчи, женщина Мы все поняли, почему она всё время молчит Ей мужа запрещает разговаривать с кем-то Алло, 21 век, какой молчи, женщина, ты вообще кто такой? Соня, Минас, без пяти минут муж на минуточку А Лера вот-вот жена Но потом началась жизнь жестока Настя привозят в лес Поехали месить говно, да? Ямы, лужи, грязь, ветки Оно же всё будет засрано, они все будут Крыши даже нету Все в грязи сейчас будут Это так классно Соня в восторге, Соне очень всё нравится В чём вы как бабки? Веселилась, визжала, кричала Мы находимся в лесу, непонятно где И просто все грязные Здорово, что курочки оценили фишку свадьбы Но, правда, не все высоко А наш свадебный кортеж уже едет в сторону ресторана Мы приезжаем на свадьбу, переоделись Идём на место выездной церемонии И видим фонарики, белый шатёр Уже картина симпатичная Ну, переоделись, ничего страшного Постирай эти вещи Зона красивая Может быть, там и сказали Оденьте что-то такое Я думаю, что не предупредили Оденьте такое, чтобы, типа, если вы запачкаете Что-то не жалко было А они оделись Ну, чуть-чуть запачкали С другой стороны, правильно? То есть, ну, ничего страшного не произошло Потом приехали, переоделись Арка такая простенькая, достаточно Классической формы С искусственными цветами Но они смотрятся прям как живые Очень красиво, мне нравится Красиво, да Но ни фуршета, ни напитков, ничего нету Вот ничего, просто сидят уже гости на стульях Дорогие друзья, давайте бурными овациями встретим Мина! Выходит Мина Костюм, мне кажется, ему немножко не идет Он как будто бы ему не по размеру Так как по мне вроде нормально А сейчас, дамы и господа Давайте восторженными взглядами И искренними улыбками Встретим невесту Выходит Лера с папой Мы наконец-то видим ее свадебное платье Удачная модель скрывает недостатки И подчеркивает достоинства Лере очень хорошо на самом деле Мне совсем не нравится, как он обращается с Лерой Готовы ли вы взять на себя ответственность за свою счастье любимому человеку? Хорошо ответить вас, небеса Я довольна Я просто сменка, друзья Добро пожаловать на свадьбу Валерии и Минаса Бюджет 350 тысяч Стиль русско-армянский Фишка – ралли на джипах Мы уже фишку увидели По их традициям Молодожены обкидают и лепестками розы А изюмом Давай с ней тоже обкидем Давай Давай сейчас обкидаем изюм Поздравляем! 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 Мне показалось, что жених это оценил Этот взгляд Леры я не забуду никогда Лера не поняла, что это было Конечно, я бы тоже не понял Вместо розовых лепестков летит что-то маленькое, кругленькое, черненькое Похоже на хигач Тем более от вас Мы заходим в шатер Козикаки Зал такой небольшой Довольно-таки По декору стоят только цветы На стола Время опорнено Вообще ничего лишнего нет Инициалы молодых И подсветочка Фонарики горят Вот это красиво Это я люблю Начинается традиция армянская Я ждала этого больше всего, наверное, на самом деле Мне так интересно Это лаваш? Лаваш? Мама жениха надевает лаваш молодым на плечи Кормит их еще медом Ой, как вкусно ему Ой, да все уже, все Начинаем пир А все? Лаваш и мед? Налетайте на еду, голодненькие мои Ну, знаете ли, девочки На свадьбе и по-другому повеселиться можно Появляется там Манда Закон и браком поздравляем Живи дружно лет до 200 За младых С прошлого века ее позвали сюда к нам Здрасте, 90-е С праздником! С днем свадьбы! С днем свадьбы! Она постоянно предлагает за что-то выпить За любовь! Ну вот, потому и там она такая Для любителей выпить Такой активной тамадой хорошо закусывать надо Что там по закускам? Греческий салат Мясная тарелка Сырная тарелка Пробую салат Сезарь Сезарь очень вкусный Принесли рыбу Под помидорами У меня столько чешуи попалось Совершенно не свадебное меню Первый раз в нем Это у меня просто голос Честно, мента это кошачья рыба Я уже сижу очень хочу шашлыка Аплодисменты! Раиля! Жениха! Аплодисменты! Аплодисменты! О, видно, это папа, жениха. Я сделаю все для того, чтобы вы были счастливыми. И я тоже буду счастливым, когда я пойму, что вы счастливы. Ваше счастье, вам счастье. Я люблю вас и будьте счастливы, мои дети. Эх, сказал. Выходит Оля в красном, видимо, традиционном наряде. Хочу вас поздравить. Внимание на армянском языке. После моего поздравления я бы очень хотела попросить жениха сказать перевести это на русский. Окей? Такой жених бы, мне армянский бы хоть бы знать. Какой неловкий момент-то получился, прикиньте. Сейчас такой, ну типа я армянин, но языка не знаю. Я прям готовилась, я учила. Жених перевел неверно. А ваш папа может перевести? Ефим Эрджаник У. Бахтавур. Вы счастливы, здоровы. Да, 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 да. Ну такой себе подарок. Настоящий армянский папа. А сейчас еще и настоящие армянские танцы начнутся. Люди встали и начали танцевать, подтанцовывать с этим девчонком. Продолжаем сидеть голодные в ожидании шашлыка. Шашлык, шашлык, шашлык. Все ждут мяса. Давай мясо. Минас, ну дай же команду поварам. Пусть моих курочек уже шашлыком накормят. В итоге оказывается, курица на гриле с картофелем запеченым. Ну это ж мясо, курица, полезно. И где обычный шашлык? Ну то есть там... А курица на гриле это не шашлык? Единственное, что ладно, не на шампуре. А что, не может быть куриного шашлыка? Я была ни говядиной, ни бараниной. Вообще ничего не было, кроме курицы. Детически. Так, с шашлычком как-то не сложилось. Может хотя бы с танца молодых сложится? Папа, включайте музыку. Это свадебный танец? Ну да, она реально даже на своей свадке практически не улыбается. Лера такая скованная, она боялась движения сделать. Все как-то очень неловко у них получается. Как-то да. Он ее как-то берет странно. Она как-то на нем, я не знаю, не висит, не стоит. Ничего. Ну странно было. Поддержка, мне кажется, была лишней. Посмотрите мой свадебный танец. Вот там поддержка. Вообще фуфло. Все критикуете, да критикуете, строгие мои. А подарки вручать молодым собираетесь? Так как Лера у нас медсестра, я подарю... Почти? Медсестра. Ага. И вижу взгляд Минаса, когда он говорит мне, нет, не доставай. Ну там реакция была жесткая. Ого, прям как все. Как же так, подарок и не увидим. Ну я не знала, что для них это как бы середина. Он показывал, да? Он показывал, нет. Что тут такого, это же классный. Ну тем более, типа да, ну это потом для тебя же твоя жена оденет. Это же ж не нужно, чтобы кто-то там при всех это одеть. Ну, наверное, там как бы очень закрытых нравов это все дело. Ну я немножечко расстраивалась. Я прям летела. Да. Он очень разозлился. Ну она хотела как лучше. Я понимаю, что уже шашлык не принесут. Где обещанный шашлык? Очень хочу шашлыка. Понятно. Где шашлык? Нет шашлыка обещанного. Обидно, обидно, конечно. Девочки, ну так после Сашиного подарка скажите спасибо, что нас вообще с армянской свадьбы не попросили. А торт-то хотя бы будет? Будет, Сашенька, будет. Смотри, какого красавца везут. Небольшой такой. Ну типа колеса, автотематика. С одной стороны он сделан как шина-колеса. С другой стороны такое все белое. Ну типа мальчик-девочка. Как Лера. Такой типа мужско-женский. Окей. Как идея, хорошо. На вкус такое ощущение, что торт стоял дня три уже в холодильнике. Мне показалось, что это зло, как будто просто маска сливочная замерзшая. У кого? На телефоне я скидывала, видите? Я не поняла, что это за вкус. Ничего, Сонечка. О торте мы всегда нашего личного кондитера спросить можем. Бисквит вкусный, но немножко не хватает пропитки. Крем в торте обычной сливки. И добавлена клубника свежая. Но торт мне совсем не понравился. Что ж, пока мои птички наслаждаются последними крошками этой колоритной свадьбы, я напомню, что пора ставить оценки. За платье Леры ставлю троечку. Подъюбник там у нее весь задрался. По жениху Леры я ставлю 4 балла. Мне совсем не нравится, как он обращается с Лерой. За банкетное меню на свадьбе Леры я ставлю 4 балла. Все было достаточно вкусно, но все было холодное. За оформление банкетного зала я ставлю тоже тройку. То есть оценки невысокие, да? Ну что, будем подводить итоги? Ну хрен его знает, кому тут победу отдать. Вот и закончился наш захватывающий свадебный марафон. Скоро мы узнаем, кто же получит денежный приз на свадебное путешествие от телеканала «Пятница». А прямо сейчас у девушек есть возможность высказать мнение друг о друге. Со всеми девчонками у меня большая разница в возрасте, поэтому мне особо интересно с ними общаться. Мне проще всего общаться с Олей. Не знаю, почему, может, мы обе стервы. Я очень не хочу, чтобы выиграла Оля. Мне не понравилось, как она вела на моей свадьбе себя. Она пришла и начала просто тыкать пальцем. Я не ем майонез. Боже, как ее это задело. Мне тоже очень много на нее свадьбе не нравилось, но я это не показывала. Я не хотела портить ее день. Ничего себе наградом плачет. Она там не его испортила. Ну, я думаю, если самая честная из нас четверых пятна, Саша. Задела ее, задела. Ну что, девочки, долгожданный финал. Наконец-то. Тост, Лера. Давайте выпьем за финал. Прямо сейчас у вас будет возможность услышать самое откровенное о ваших свадьбах от конкуренток. Сашенька, первой вспомним твою свадьбу. Ну, букет, честно, это ужас. Ну, этот букет делала я сама. Сама. Молодец. И с моей сестрой. Молодец. И вы взяли так засрали сразу. Ну, вот за это, за это, кстати, да. Букет ужас. Я делал с... Респект. Шикарный букет. Обожаю эти моменты. Да, то, что сама сделала. Ужасный букет, который ты сделала сама. Вообще не хотел с нами никто взаимодействовать. Все это почувствовали, прям негативные вот эти вот взгляды в нашу сторону. Это было очень некрасиво. И так хорошо я не отвечаю за своих гостей. Я ведь не буду им говорить, нет, все ли здесь, если это их желание, они ушли. Что ж, видимо, мы можем переходить дальше, к свадьбе Сони. Ну, я ушла голодная с твоей свадьбы. Было достаточно закусок на столе. Сейчас объясню. Я на твоей свадьбе поела картошку, ну, соответственно, торт. И я ела только свежие огурцы. Почему? Потому что все остальное для меня было невкусно. У тебя было очень много рыбы. Оливье тоже было с рыбой. Все. Рыбу я не ем. Я приехала и заказывала себе доставку домой. Ты себе доставку еды заказываешь? Я голодная была. Так, тебе срочно надо скорректировать питание. Я готова с тобой поработать. Хорошо, поработаем. Саша, наверное, всем за макетное меню поставила один балл. У меня 5-бальная система. Саша, почему вообще у тебя 5-бальная система, если у нас 10 баллов максимум? Ну, потому что это моя стратегия. Я решила ставить оценки так. Стратегия для победы, да? Да, естественно. А у меня вообще 2-бальная система. 0 это плохо, 1 среднячок, 2 это отлично. Вы здесь правильно? Конечно. Ну что ж, теперь вспомним свадьбу профессиональной. Это действительно не свадебное братье. Не пышное, оно не какое-то такое. Знаете, почему вам не нравится? Потому что вы не можете себе позволить такое надеть на себя. Да, мы жирные, а что? Ну, кстати, я правда думала, что ты в положении. Спасибо. Обсудим свадьбу Леры. Шашлык! Отвечай на вопрос. Где шашлык? Слишком увлеклись подготовкой и забыли про него. Ммм, понятно. А вино? Вино. Тоже увлеклись подготовкой. Ну, там некрасиво получилось со стороны организации этого шатра. То есть они половину шампанского, вин, ну, и других алкогольных напитков, они просто их не выставили. Каждая на своей свадьбе просто оторвалась. И шашлык сожрали. А ты сидела. Я просто не понимаю, как можно на своей свадьбе просто просидеть за столом. Ну, не знаю, мне было комфортно. Я по-своему оторвалась. По правилам проекта, каждая участница дарит 10 баллов только одной свадьбе, которая понравилась больше всего. Все, есть только 10 баллов на одну участницу. И сейчас мы узнаем, как девушки распорядились этими баллами. То есть правило а-ля 50 баллов, когда нужно было распределить, уже такого нету. Просто есть 10 баллов на одну из участниц. Окей. 10 баллов я дарю Саше. По итогу лучшая свадьба была. Сонина. Ну, я не хочу проиграть. И эти 10 баллов я отдаю Оле. Которая мне совсем не понравилась. 10 баллов я дарю Оле. Прикиньте, балла охвалит. И Оля такая, спасибо большое. Вы не хотели проиграть, дали 10 баллов мне, как самой слабой участнице. Я победила. 10 баллов я дарю Соне. Так как же повлияют подаренные баллы на итог борьбы? Прямо сейчас мы узнаем, кто же победит в проекте «Чужая свадьба». Ведь муж-победительницы уже на пороге студии. Давайте. Оля! Реально, Оля! Да! Нет. Нет. Ага, вот так вот. Окей. Окей. Серьезно? Да. Самая первая свадьба, которая… Я почему-то так и думала. Это все мои высокие оценки вам помогли. Девочки, спасибо большое. Поздравляю, поздравляю. Победительницей проекта стала София. Она набрала 75 баллов. Второе место заняла Александра. Ее результат 64 балла. Третье место у Ольги. У нее 63 балла. Ну, близко. И на четвертом оказалась Лера, набрав 33 балла. Меньше всех. Ну, понятно. И прямо сейчас у девочек есть возможность посмотреть альбом с оценками. София ставит оценки, Аликсаш, тебе. За платье два. За жениха два. У меня, говорит, 10 балла. Банкетное меню 4. И оформление 3. Я просто честно сказала, что у меня пятибалльная система. Да, поэтому все, я честно сказала. А со мной была нечестная к нам. Да, а я была честная. Каша, а что ты… Я вам сказала, что у меня пятибалльная система в самом конце, когда уже оценки были поставлены. Я соврала. Нет, я честная. Поставила Сонечке. Платье невесты 4. Пышное очень. Я не люблю пышное платье. Уже не ха тоже пышный костюм был, тоже четверка. 4 – это неплохо. Это как 8 на 10 балла. Согласна. Банкетное меню. Кол, можно сказать так. Я поела только картошку и огурцы. Только картошку и огурцы. Так, прекращай есть картошку. Только картошку. Ты оценил на своё усмотрение, да? Выиграли мы. Всё. Круто, классно. Эх, ну вот такой вот у нас получился выпуск. Ну, как всегда. Как же без трешняка, заниженных оценок и так далее. А вы бы кому победу бы отдали? С радостью прочитаю ваши комментарии. И увидимся в новом выпуске. Всем пока. Пока.